Угу. Ну и тем самым наносит ущерб национальной безопасности государства Украины. В этом списке содержится довольно много интересных личностей. Но нас интересует одна интересная личность, извините за тавтологию. Это наш коллега, наш постоянный спикер нашего телеканала, историк и политтехнолог Давид Эдельман. Давид, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, поздравляю. То есть, ну, не каждый человек удостаивается того, чтобы попасть в указ президента. Так что ты враг народа теперь? Враг украинского народа с сегодняшнего дня? Или таким врагом ты уже достаточно давно себя ощущаешь? Дайте я расскажу. Это интересно. Так, мы сейчас будем слышать врага народа. Ну да. Военного преступника еще, к тому же. Есть такой сайт, называется «Санкции и война». Он существует на русском, украинском, английском языке. Может быть, еще что-то, не помню. Но вот сайт «Санкции и война», где перечисляются все военные преступники, которые помогают в российской агрессии на Украине и виноваты в военных преступлениях перед украинским народом. Окей. Как меня навели на этот сайт? Это сама по себе интересная история. Как политехнолог и как человек, немножко являющийся экспертом по разным странам, я иногда занимаюсь работой, связанной с мониторингом. Обычно это заказывает та или иная американская организация с просьбой провести мониторинговый анализ, чем я, собственно говоря, и занимаюсь. И тут американская организация, не хочу ее называть, которая в том числе занимается вопросами санкций, ну, то есть подготавливает решения по санкциям, ко мне обращается и просит посмотреть этот сайт на, ну, как бы сказать попроще, адекватность объявлений. Я говорю, а что вас смущает, господа? Они мне говорят, ну, понимаешь, там почти пять тысяч человек. Ну, не может быть, чтобы за такой короткий срок, пять месяцев, обработали такое количество дел и дали юридическое обоснование всем. Ну, то есть, может быть, там сделано что-то по принципу, лес рубит, щепки летят или надо добавить до кучи. Ну, то есть, есть некоторые сомнения в адекватности украинской правовой системы. Ну, и присылают мне ссылку. Я захожу, начинаю внимательно смотреть. Ну, понятно, там, ведущие лица, все понятно, но там, меня интересует, кто у нас от Израиля. Там, допустим, указано, что Михаил Миралашвили предлагает его на санкции, потому что он… Надо пояснить вообще, кто такой Михаил Миралашвили, да? Михаил Миралашвили – это крупный олигарх, который до приезда в Израиль сидел 8 лет в российской тюрьме, а подозревается в том, что является деловым партнером Пригожина, ну, повара Путина, так называемого, владельца фабрики троллей и хозяина ЧВК Вагнера, а в Израиле очень приближен Бенемин Натаньякова. Ну, и поэтому украинцы требуют, чтобы на него распространили санкции. И, собственно говоря, весь этот сайт, он не для украинского пользования. Он, типа, для наших западных партнеров и восточных пользований, чтобы они распространили санкции на тех, на кого мы пальцем покажем. Извини, пожалуйста, а кто такие мы? Вот меня жутко интересует. Вот кто вообще… Украинская государственность. Секундочку, секундочку, секундочку. Это сайт государственный? Да. То есть это был… То есть список людей, которые внесены в этот сайт, они утверждены отдельным специальным указом президента, я правильно понимаю? Я не знаю, как они утверждены. Там дается обоснование, я сейчас подойду. И там очень часто указана вина. Ну, и я посмотрел Миросфиле, и тут у меня что-то тюкнуло, я думаю, дай я введу свою фамилию. Я ввожу свою фамилию и обнаруживаю себя на всех трех языках. На английском, на русском и на украинском. Где на всех трех языках указано, что у меня настоящая фамилия Еременко, Дмитрий. Дмитрий, вот посмотрите на меня, насколько я могу быть Еременко. Вот. И я в соответствии с указом претензия Зеленского от 21-го года. Я, честно говоря, так это… Прежде чем дальше разбираться, я ответил американским заказчикам. Даже я есть на этом сайте. Это была самая короткая экспертизия. То есть теперь с тобой эти американские заказчики перестанут… Нет, они просто поняли адекватность сайта, если даже я на нем есть. Потому что моя позиция по осуждению путинской агрессии, она известна. И я в том числе делал несколько документов именно об агрессивности и так далее, и так далее, связанных с нынешней российской политикой, прежде чем информационной политикой. Вот. И я написал, даже я есть на этой сайте. Все, это была самая короткая экспертиза. И самая убедительная. Я послал вот и вот, и, соответственно, поставил весь сайт под сомнение. А теперь самое интересное на этом сайте, что там указано, кто уже вел против прио-санкции, и кто еще нет. Вот, допустим, на моей странице указано, что Украина уже вела, а кого они еще просят, меня не впущать, да? Они просят Европейский Союз, Швейцарию, Британию, Новую Зеландию, Австралию, США, Японию и еще. И вот там, типа, вот все они должны вести, чтобы на всех поставить визу. Причем никакая вина, в отличие, допустим, от Мегалашвили или израильтяне Якова Кедми, у меня не указано. Единственное, что написано в соответствии с указом президента от 21-го года. Как говорится, обратимся к первоисточникам. А что же написано в этом указе? Окей. Теперь указ президента 21-го года, президента Зеленского, повторяет указ президента Порошенко от 18-го года. А тот, соответственно, повторяет указ от 17-го, а 17-й от 16-го, а 16-й от 15-го. Секундочку, но если мне не изменяет память, в те далекие годы никакой войны еще не было. Правильно. Но военным преступником меня сделали, значит, по инерции. То есть войны не было, а преступники уже были, да? Да. Ну, теперь. Где-то в 14-м году тот написал на меня донос. Как известно, правовая система Украины, которая все-таки европейская, демократическая, цивилизованная государство, как мы говорим, ну, как они говорят, и Украина, и Европа. Вот. Очень часто там не только введение в санкционные списки, но и аресты осуществляется на основе доносов, которых никто не проверяет. Я, в частности, помог нескольким людям выйти из тюрьмы при помощи организации международного давления. И поэтому это известно. В 14-м году кто-то написал на меня донос, что я был наблюдателем на выборы в Донецк. Теперь, тут была проблема. Я в Донецке никогда не был ни наблюдателем, ни вообще. Еще я никогда не был в Луганске. В Крыму я последний раз был. Ты жалеешь страшно, что не был в Донецке и в Луганске? В Крыму я последний раз был, когда мне было восемь лет. Не, ну, это недавно. Ну, да, сомнительно. И, собственно, а чего? Я помню, когда ввели эти санкции, мне позвонил человек из администрации высокоукраинской и сказал, ну, ты должен понять, простить, и у нас, типа, лес рубят, щепки летят. Ну, а первый список, который был введен, он был введен во многом, по какой-то совершенно, допустим, и в Израильтянах там было шестеро записано, но двое из них были испанцами, граждане и испанцами. Там были записаны люди, которые уже умерли, типа, мозгового. Он должен был, наверное, прорваться в Украину из подземного царства. Они заранее его внесли в санкционный список. Там были люди, которые были внесены по именам из ЖЖ, по никам ЖЖ и так далее. Ну, вот, ну, окей, недоразумение. Но в 2016 году список повторили. И я обнаружил очень интересную вещь. Те, кто реально были в Донецке во время выборов, наблюдателями, ненаблюдателями, я не знаю, их из списка исключили. Но на ошибки решили настаивать. И меня снова внесли в список. Ну, ты предпринимал какие-то действия? Ты там писал, куда-то обращался вообще? Поэтому я сделал следующее. Окей, я сделал несколько передач на разных каналах. Это информация о том, что меня внесли. Несправедливо была на Deutsche Welle, была на Радио Свобода и так далее. Наконец, в 2018 году я решил обратиться в украинский суд. Я обратился в украинский суд. И вот за два с половиной года мы прошли все этапы украинского суда до Верховного суда Украины. И Верховный суд Украины, там была представительница администрации президента. И, собственно говоря, это был я. Секундочку, это какого президента, если не секрет? Уже Зеленского. А, уже Зеленского, то есть уже демократически избранного. И вот представитель администрации Зеленского сказала, что администрация Зеленского верит в сайт умиротворец, который составляется на основе доносок. При этом суду были предъявлены мой загранпаспорт, где было указано, где я был, что я в этот момент не был в Украине вообще. Нет, но это как раз не объяснение. Может быть, у тебя как тайного агента их три, а то и пять. Были указаны фотографии с моих израильских встреч ровно в эти дни, во время выборов. Это тоже легко можно сделать. Были показаны даже статьи, в которых я писал в это же время о том, что аннексия Крыма – это ошибка. Я писал, что это ошибка Российской Федерации, которая будет дорого стоить России. Я, правда, не думал, что он настолько дорого. Честно говоря. В общем, никаких. Но мы верим в сайт умиротворец. Типа, если мы делаем глупости, то мы на них настаиваем. Делаем глупости уверенно. И это показывало, что администрация Зеленского ничем не отличается от администрации Порошенко. А еще это показывает… Это как то, что называется преемственность власти. То есть с точки зрения политтехнологии – это хорошо. Извините, если бы сделали ошибку, лучше поправиться, а не усугублять. Это и в частной жизни, и в государственной жизни. Но еще я понял одну вещь очень интересную, которую, в принципе, мне много раз объясняли юристы с Украины. Понимаете, мне, как иностранному гражданину, который не живет в Украине и, собственно говоря, туда не рвется. И если у меня появлялись эти последние 7 лет клиенты с Украины, то с ними можно встретиться или в Турции, или в Чехии. Все нормально. Не обязательно ездить туда. Но это показывало, что мне, как иностранному гражданину, это, в принципе, глубоко, параллельно. Я очень мягко сказал, что меня внесли в этот список. Нет, Давид, секундочку. Тебе это параллельно до той поры, пока вот этот список не увидел кто-то другой. То есть, если ты будешь внесен с подачи вот этого списка, внесен список там Евросоюза или той же самой Швейцарии, то твоя параллельность превратится в перпендикулярность. Нет, я пока говорю о том списке, который был до войны. Так вот, это было параллельно. Самое ужасное, что я подумал, а что происходит людьми, которые внутри Украины, которых арестовали по доносу. Есть украинские власти, вот именно идут таким путем, настаивая на ошибках, сколько же у них людей сидеть ни за что. Понимаете, это страшно. Вот это по-настоящему страшно. Но вот сегодня это уже совсем другая история. Извините, пожалуйста. Они уже решают не только за себя. Единственный раз, кстати говоря, когда мне пришлось столкнуться с санкционным списком, это в прошлом году, когда я летел в Казахстан. У нас есть передача. А, да, мы делали программу на этот счет. Ты там популярно рассказывал, как это было. Ну ничего, можно и повторить. Ситуация была очень интересная. Меня тогда не пустили через Россию. Потому что в Россию пускали только граждане Российской Федерации. Это из-за коронавируса. Да, из-за коронавируса. А через Украину пустили. Я при этом казахскую сторону предупредил, что я в санкционном списке. Они мне сказали, ну ты же будешь только в транзитной зоне, ты же не пройдешь в Украину. А в транзитной зоне это не имеет отношения. Но когда я прилетел, меня агестовали по предъявлению транспорта в транзитной зоне. Оформили арест. После чего быстро схватили мой чемодан. Быстро провели всю регистрацию на агенте в Нур-Султан. И быстренько типа меня выдворили из страны. Я хотел бы уточнить. А за твою голову назначена награда или как? То есть вот тебя так быстро арестовали. То есть кто-то получил очередную звездочку на пограду? Не, просто... Может быть орден? Не знаю. Я могу сказать про украинских программцов, что я их всем рекомендую. Знаете, когда Фрейда арестовали, после того, как его освобождали в Австрии гестапо, они у него потребовали расписку, что он не имеет никаких претензий к гестапо, что гестапо над ним не издевал и все остальное. Он им написал кучу расписок, потом сказал, если хотите, я напишу расписку, что я рекомендую гестапо всем своим друзьям. Вот. Я могу действительно написать расписку, что я рекомендую... Давид, сравнение, конечно, ты выбрал замечательно. Нет. За гранью, так сказать. Это я ни в коем случае не сравниваю этих доблестных защитников Украины с гестапо. А, то есть просто ты себя с Фрейдом сравниваешь. Это лучше. И себя не сравнивать с Фрейдом. Я просто хочу сказать, что я рекомендую погранслужбой СБУ Украины всем своим друзьям. Потому что вот у меня тогда была куча в связи с коронавирусами, перелетами проблем. А вот с Украиной было все замечательно. Я за 15 минут успел быть арестованным, высланным. Мне взяли багаж, принесли и оформили на весь другую страну. И все это они сделали сами за 15 минут. Я не видел нигде такого сервиса. И совершенно бесплатно. Да, и совершенно бесплатно. Вот. При этом они... Надо дать долг украинским покрасцам. Они очень сильно стебутся над собственным правительством. И говорят, ну ты же понимаешь, что там все решается. Я понимаю. Они понимают. А в Украине с кем не поговоришь, они показывают наверх и говорят, ну ты же понимаешь, что там все решается. И так на всех уровнях. Я думаю, что Зеленский тоже на кого-то показывает. И говорит, ну ты же понимаешь, что он идиот. Да. Но шутки шутками. А что ты пособираешься делать? То есть действительно, эта шутка зашла слишком далеко. И если, так сказать, она будет раскручиваться дальше, то ты можешь стать персоной нон-грата в Евросоюзе. Ну и в Соединенных Штатах. Как бы автоматически. Какие действия? В Новой Зеландии, я думаю, это менее страшно. Ну, во-первых, я почти уверен, что именно из-за того, что именно из-за их неадекватности этот список никуда не пойдет. Там 5 тысяч человек. А во-вторых, я думаю, что вот такие же организации, которые спрашивают экспертов типа меня, получают соответствующие ответы. И эти ответы тоже влияют. Но это, кстати говоря, затруднит их возможности в отношении санкций, которые, может быть, были бы оправданы. Может быть, были бы оправданы. Я не знаю. Может быть, по поводу того же Михаила Микрадшвили была бы оправдана санкция. Окей, я не знаю. Но вот когда они идут вот таким образом, тупо, до кучи, добавляя все, что можно, весь список никуда не идет. Ну, и, кроме всего прочего, на пользу мне работает следующая вещь. Первое, что авдусмены Украины сняли с должности именно за профнепригодность и за то, что у нее были совершенно идиотские наезды. Прокурора Украины сняли с должности именно за профнепригодность и за идиотские наезды. Главу СБУ сняли с должности за профнепригодность и подобные наезды. И такой список можно продолжать дальше. А в этом отношении сегодня и западные партнеры Украины понимают, что с точки зрения правого государства, Украина, ну, мягко говоря, ничем не лучше России. При этом я почему-то уверен, что в России не будут вводить санкционный список за преступления, совершенные в Мурманске, если ты Мурманск никогда не пресечал. Давид, я осмелюсь с тобой не согласиться. Несколько лет назад делегация журналистов Израиля летала в город Минск на конференцию Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. И мы прилетели в Минск на самолете. То есть рейс из Тель-Авива в Минск летал тогда, если не ошибаюсь, два раза в неделю. А вернулись мы рейсом через Москву, потому что обратного рейса прямого не было. И спустя буквально полгода, а то может быть и год, мы совершенно случайно узнали, что мы все оказались в санкционном списке, поскольку мы незаконно остались в Белоруссии. Поскольку у Белоруссии с Россией общее пограничное пространство. А когда мы перелетали из Минска в Москву, мы никакую пограничную контроль, паспортную контроль не проходили. И вот этот вот конфуз, то есть у них общее пограничное пространство есть, а общей компьютерной системы нет. И таким образом нас внесли в санкционный список Белоруссии и автоматически в санкционный список России. И тогда мы с большим трудом, с помощью посольства Белоруссии в Израиле, связывались, писали письма. У нас была достаточно большая группа журналистов. И по истечении там нескольких месяцев добились того, что нас все-таки из этого списка исключили. Так что казусы бывают разные. Видите, оказывается, вы за несколько месяцев смогли от России и Белоруссии, просто написав письма, добиться этого. У меня уже 8 лет это продолжается. Это было с помощью, нам действительно серьезную помощь оказало посольство Белоруссии в Израиле. В частности, тогдашний консул Андрей Садовский, который действительно, вот он писал от имени посольства, они писали письма и так далее, и так далее. Мы писали письма, и самое интересное, что это была конференция, которую открывал лично президент Белоруссии Лукашенко, и нам сказали обязательно в этом письме, которое вы напишете, вы это укажите, что вас принимал лично Лукашенко. И вот эта вот волшебная фраза, она подействовала, и тогда нас помиловали и исключили из этого списка. А через какое-то время из списка российского тоже. Окей, ну видите, поздравляю, оказывается, там можно было добиться. С Украиной, снова говорю, вот предъявление всех доказательств не посработало, а предъявление, огромное количество публикаций в прессе не сработало. Администрация президента тупо сказала, у нас доносы зря не пишут. Понимаете? У нас доносы зря не пишут, и все. Это, я же не оправдываю Белоруссию. Давид, ну это просто сразу же Юлиан Семенов, 17 мгновений весны, да? Как там этот агент, с которым Штиллер сообщался? Вот я тут недавно смотрел ваше личное дело, он говорит, дорого бы я того, чтобы в него заглянуть. Да вы знаете, ничего интересного, ваши доносы, доносы на вас, то здесь получается примерно то же. У меня нет личного дела в различных ведомствах, надеюсь. Мы направим запрос в посольство Украины в Израиле, и обязательно в комментарии к этому видео мы опубликуем их ответ, если, конечно, они найдут возможным на наш запрос ответить. И тогда мы поймем, как посольство относится к этой странной ситуации. Я просто хочу, последнее, что могу сказать, вот я опубликовал об этом сегодня в Фейсбуке, и понятно, для большинства, ну это какая-то несуразица, да? Но нашлись люди, которые вот руководствуются священным для любого тоталитарной системы принципа. У нас за зря не сажают. Если внесли в список, значит, было за что. Значит, было за что. И ко мне пришли несколько там сторонников Украины, патриотов из Украины, которые написали, ну, наверное, вам за какую-то совокупность несли вот вас в качестве военного преступника, ну, а за зря же не может быть. И я просто хочу сказать, что вот это, собственно говоря, является первым признаком неправового государства и тоталитарного мировоззрения. Это желаю и Украине, и России, и Белоруссии благополучия, и чтобы они стали правовыми демократическими государствами от всей души. Аминь. Спасибо большое. Спасибо, Давид. Действительно, очень интересная ситуация. Мы будем следить за ее развитием. А тебе будем благодарны, если ты нам пришлешь еще там несколько интересных примеров из этого замечательного списка. И мы постараемся его опубликовать или, по крайней мере, поговорить с теми самыми людьми, которые попали в этот список и, может быть, даже не подозревают о том, что их уже, знаете, как этот самый козленок, который учился считать до десяти. Вот теперь они тебя тоже сосчитали. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Давидом Эдельманом, историком, политтехнологом, нашим коллегой. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.